Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok К гостям нашего города создавали местные и приезжие артисты. С 90-летним юбилеем почетного гражданина Черноморска Евгения Петровича Галинского поздравили депутаты городского совета. Ветераны футбола нашего города провели товарищеский матч в честь дня рождения Черноморска. А об этих и других новостях ви узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація, про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав громадян надсилати поради та пропозиції для розв'язання актуальних проблем сьогодення. Про це він сказав у своєму відеозверненні до українців, розміщеному у Фейсбук. Як зазначив прем'єр, він очікує, що громадяни у своїх порадах акцентуватимуть увагу на найактуальніших питаннях. Міжнародний валютний фонд відновлює активну стадію переговорів з Україною щодо чергового траншу кредиту. Таким є результат переговорів у США голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої та директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард. Зустріч відбулася в рамках чорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Нагадаю, програму кредитування заморозили через політичну кризу в Україні. Після затвердження нового уряду директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила про готовність фонду продовжувати підтримку нашої держави на шляху економічних реформ. У Китаї вирішили страчувати за хабар. Ось 460 доларів і вище. Раніше у Кримінальному кодексі країни це не обговорювалося. Тому довелося вносити доповнення. Компанія з боротьби з корупцією почалася в Китаї після приходу до влади в 2012 році Сі Цзіньпіна. Руйнівний землетрус магнітудою 7,8 стався ввечері 16 квітня на північно-західному узбережжі Еквадору. На всьому узбережжі країни постраждали більше 2,5 тисяч осіб. Найбільших збитків зазнали міста Манта, Портов'єхо і Гайекіль, які розташовані в кількох сотнях кілометрів від епіцентру підземних поштовхів. Наступного дня після землетрусу уряд Еквадору відправив близько 10 тисяч солдатів і 3,5 тисяч поліцейських для участі в рятувальних роботах в регіоні, де стався сильний землетрус. Нагадаємо, що 15 квітня в Японії сталися два потужні землетруси. За останніми даними, жертвами стали 27 осіб. Вулиці міста Фукуока на південному заході країни після землетрусу вкрилася суцільною білою піною. Прикордонники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України фіксують зростання порушень, пов'язаних з виловом риби. Про це в понеділок, 18 квітня, повідомляє пресслужба відомства. В рамках операції «Дунай-2016» прикордонники Білгородністровського загону тільки за останні три тижні затримали 30 осіб за вчинення правопорушень у цій сфері. На 23 з них накладено штрафи. Процесуальні документи щодо інших самих правопорушників передано до суду. У цьому році відзначається активізація браконьєрів і на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону. Вже затримано близько 40 чоловік, у яких виявлено та в установленому порядку вилучено понад 10 маломірних плавзасобів, понад 12 кілометрів мереж і майже 300 штук інших знарядь незаконного лову. Найбільше порушників цікавить Камбала, вилов якої запоронено в зв'язку з нерестом. Більшість затримань браконьєрів доводиться на темний час доби. У своїй діяльності вони, як правило, використовують зареєстровані в установленому порядку плавзасоби. В субботу Черноморск праздновал День Города. В торжествах приуроченных праздничной дати приняли участие тысячи горожан. В честь праздника около 30 жителей Черноморска были отмечены грамотами областного і городського советів, а також благодарностями городського голови. Знаки отличия получили нові почетні граждані нашого міста. Солнечне апрельське утро стало подарком для всех жителей города в честь дня рождения Черноморска. День Города традиційно начался с прохождения по центральной улице праздничной колонны, которую возглавили мэр Черноморска, представители Одесской облгосадминистрації, депутаты областного і городського советів. К ним присоединились мамы с самыми маленькими жителями города, которые важно восседали в детских колясках, а також творческие коллективы, спортсмены і всі желаючі жителі Черноморска. Сопровождаємо музикою, веселым смехом і приветственними лозунгами колонна вошла на площадь перед дворцом спорта «Юность». Под задорной народній мелодії открылась торжественна частина праздника. С днём рождения города всех собравшихся поздравил мэр Черноморска Валерий Кмельнюк, который отметил, что город продолжает динамично работать и с уверенностью смотрит в будущее. Я абсолютно убежден, что мы сумеем пройти самые сложные повороты в истории нашего государства. Нам действительно немного, всего 43. Это 2-3 поколения. Из них почти одно поколение я провёл вместе с вами, решая все эти огромные сложные задачи. Я хочу высказать слова глубочайшей признательности всем нашим жителям города. Всех с праздником, всем добра и удачи. Уже давно стала хорошей традицией поздравлять в День города новых почётных граждан Черноморска. В этом году ими стали ветеран Второй мировой войны и орган внутренних дел Евгений Галинский, заместитель директора по развитию государственного предприятия Ильичевский морской торговый порт Анатолий Ерёменко и капитан Ильичевского морского порта, член-корреспондент Украинской транспортной академии Станислав Незавитин. Знаки отличия и удостоверения почётным гражданам вручил городской голова. За добросовестный труд и личный вклад в развитие Черноморска 27 горожан были удостоены грамот городского областного советов, а также благодарности городского головы. Денежными премиями и грамотами за победу в конкурсе «Двор лучшего благоустройства» награждены председатели домовых комитетов и ОСМД. Искренние слова поздравления с праздником прозвучали для всех жителей города от представителя Одесской областной государственной администрации Соломии Бобровской. «Мені дуже приятно вітати сьогодні найспортивніше, найморскіше, найпривідніше, найсимпатичніше місто, мабуть, на теренах всієї Південної України з днам народження, побажати вершин, любити, мріяти, рости, змагатися, конкурувати і обов'язково заходити в точку, коли хочешся повертатися в рідне місто. Це найголовніше, це показник міста дуже рідного і дуже свого. Свято, з днам народження!» После официальной части торжества, посвящённого дню рождения города, праздник вылился на улице і площади. Горожан ждали сладкий подарок, разнообразная развлекательная программа, концерты художественних коллективів і виставки. Сразу после официальной части праздновання дня города, жителі і гості Черноморська ждал подарок. Восьмиметровий пирог. Над созданием сладкого сюрприза почти сутки трудились студенты Ильичівського морського коледжа, которые израсходовали для выпечки 30 кг дрожжевого теста і 9 кг яблочного джема. В этом году в честь дня рождения города кулинарный подарок приготовили студенты Ильичівського морського коледжа, которые спекли восьмиметровий пирог, украшенный разноцветными буквами «Черноморськ». Сразу после окончания официальной части городской голова і почетні гости разрезали пирог, которым угощали всіх желаючих. Повара, які трудились над созданием пирога, израсходували 18 кг муки, 180 яїц, почти 7 литров молока і 9 кг яблочного джема. Але в рецепте є ще один важний інгредиент. Ми його готовили з дрожжевого теста, в общем, начинка у нас була яблочное варенье, в общем, і все фигурки, все украшения делались абсолютно вручную і нашими учащимися, нашій 104-й групи. Ми готовили його з любов'ю, ми вкладували душу в нього. Желаючих получить бесплатне угощення оказалось більше, чем порцій пирога, але те, хто змог пробиться в ряды первоочередников, отметили качество сладкого подарка. Очень вкусный пирог. Спасибо большое за угощення, такое бесплатное. Возможно, некоторым жителям города следует напомнить, что любые подарки нужно принимать, а не хватать. Угощение жителей Черноморска в честь праздника различными кулинарными шедеврами должно стать хорошей традицией, которая будет объединять горожан, делать их добрее и вежливее. Ко дню рождения Черноморска мастера нашего города подготовили экспозиции своих работ. Выставочные площадки, которые работали в течение всего дня, стали настоящим украшением городского торжества. Дня рождения Черноморска возле дворца спорта «Юность» началось с самого утра. На аллее молодежном парке развернулась праздничная торговля. Здесь можно было приобрести памятные сувениры, полакомиться шашлыком или сладкой ватой. А малыши с удовольствием проводили время в парке аттракционов, расположенном на площадке за спорткомплексом. Не меньше интерес как взрослых, так и маленьких жителей Черноморска вызвали разнообразные выставки работ мастеров нашего города. Специально к празднику воспитанники и педагоги Центра научно-клинического творчества, учащейся молодежи представили копии парусных кораблей. Тяжелый фрегат «Нормандия» и «Витус-Беринг» – это чистые копии для музеев. Есть мягкие породы деревьев, тут 3-4 разных пород деревьев. Для корпуса идут более мягкие, чтобы легче было гнуть. А для мелких деталей идут более твердые породы – дуб, платан. Члены городских клубов по интересам «Альтернатива» и «Обереги» презентовали гостям праздника около тысячи работ, выполненных в различных техниках. В частности, здесь можно было увидеть посуду, украшения, картины, детские игрушки, оригинальные сувениры и вышиванки. А мастерица нашего города Валентина Манедаки представила необыкновенные картины из камней. Одну из них она посвятила родному городу. Я хотела, чтобы она уже была приурочена и к дню рождения, и к презентации нового названия – Черноморск. И я ее дарю, дар городу. Я желаю, чтобы наш город всегда процветал, так как никогда у него не было увяданий, так как никогда не увянутся эти цветы. Профессиональные и оригинальные работы талантов Черноморска вызвали неподдельный восторг многих горожан. Сегодня мне очень понравилось, потому что было представлено очень-очень много выставок, и все-таки занимательные, интересные. Очень много украшений, что мне особенно понравилось. Но больше всего мне понравились макеты кораблей. Я не представляю до сих пор, как они умудрились сделать их каждую детальку. Также во время празднования все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по росписи пасхальных яиц, который провела Варвара Гацуляк. Всем желаю майстер-класс по роспису яиц. А еще у нас этот майстер-класс будет проходить в втором, середине, четверг, в музее Белого на Паркове с 11 до 2. Городской праздник уже давно стал своеобразной выставкой талантов. Умельцы Черноморска еще раз завели, что наш город – это настоящий кладезь дарований. Программа культурно-массовых мероприятий, посвященная празднованию Дня города, традиционно была насыщенной и подарила радость всем участникам торжества. Местные приезжие артисты своими выступлениями весь день создавали яркое настроение жителям и гостям нашего города. Культурно-развлекательная программа празднования Дня города традиционно собрала жителей и гостей Черноморска возле спорткомплекса «Юность». На городской сцене ярким фейерверком песен и танцев первыми горожан поздравили воспитанники Дома детского и юношеского творчества. Я очень люблю наш город и сегодняшний праздник. Я посвящаю песню «Украину-мри». Это песня про страну мечт, как наш город. Я сегодня пою две песни и танцую два танца. Я очень готовилась к этому мероприятию, чтобы выложить все свои силы. Мы сегодня выступаем с песней «Мама Мария». Хотим передать свое счастье и свою энергию людям, которые будут нас слушать. Родному городу мы хотим пошелать мира и чтобы все были дружными, как мы в нашем ансамбле. С главной городской сцены с днем рождения Черноморск также поздравили воспитанники детской школы искусств имени Льва Нагаева, коллективы городского дворца культуры и сельских домов культуры, а также артисты народной цирковой студии «Орликина». Музыка Искренние выступления артистов порадовали горожан. Этот солнечный весенний день подарил жителям Черноморска яркие впечатления и много позитивных эмоций. Настроения очень хорошие, бодрые, веселые. Больше таких бы праздников для нашей Украины. Нравится очень концерт, нравится организация, нравится, все нравится. Мне больше всего понравилось выступать на сцене. Я тренировалась очень долго к танцу. Я сегодня наконец-то выступила на День города. Море позитива. Мы очень рады. Каждый год проводится этот праздник. Мы довольны. Дети тоже в восторге. Мы благодарим город. И конечно же в этот день жители Черноморска не скупились на добрые пожелания родному городу. Так держать, так жить, так развиваться. Чтоб этот город был незабываемым. Естественно, процветание, благополучие, ну и вот такой улыбок, позитива. 43-й день рождения города получился красочным, наполненный музыкой, песнями, зажигательными танцами, весельем и, конечно же, улыбками горожан. А зараз офіційная информация. Чорноморская міськая рада приняла решение про присвоение звания почесных громадянин міста Чорноморска, в якому, зокрема, говорится, «Розглянувши клопотання трудових колективів, підприємств, установ та громадських організацій міста, верховуючи подання комісії з розгляду кандидатур щодо присвоєння звания почесних громадянин міста Чорноморска протокол від 8 квітня поточного року, керуючись рішенням Чорноморської міської ради про затвердження положення про почесного громадянина міста Чорноморска у новій редакції та статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Чорноморська міська рада вирішила встановити кількість нагороджених званням почесних громадянин міста Чорноморська у 2016 році у кількості трьох осіб, присвоїти звання почесних громадянин міста Чорноморська пенсіонеру-ветерану Великої вітчизняної війни Євгенію Петровичу Галинському 1926 року народження, заступнику директора з розвитку державної підприємства Ілічівський морський торговельний порт Анатолію Васильовичу Єрьоменко 1950 року народження, капитану Ілічівського морського порту Станиславу Яковичу Назовитину, 1937 року народження. В пятницу депутаты городского совета поздравили с юбілеем почетного гражданина города Чорноморська Евгения Галинського. В этот день ветерану Второй мировой войны исполнилось 90 лет. 15 апреля свой 90-летний юбилей отпраздновал ветеран Второй мировой войны почетный гражданин города Чорноморска Евгений Петрович Галинський. Поздравить ветерана с днем рождения пришли депутаты Черноморского городского совета Юрий Бузько и Сергей Мыза, которые пожелали полковнику в отставке крепкого здоровья и еще много лет оставаться в строю. Китель Евгения Галинського украшают пять орденов и 28 медалей, которыми он награжден за мужество и героизм. Этот человек, как никто другой, заслуживает уважения, внимания и чести носить звание почетный гражданин Черноморска. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей о том, где во вторник в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с плановыми ремонтными работами во вторник, 19 апреля, в период времени с 8 часов 30 минут до 17 часов, будет отключена электроэнергия по улице Данченко в домах 3B, 5, 5А. По проспекту Мира в домах 11, 13А, а также в очередной банке, почте, ЗАГСе, кабельном телевидении, офисах предприятий Омега-1, Global CityNet, бойлерный номер 55, гостиница «Моряк», стоматологии, религиозной общине, отделение «Пумбанка», церкви, магазинах «Глория», «Кавказская выпечка», «Каравелла», «Сириус», «Лелека», «Кафе-шоколад», «АГВ» недвижимости, офисах мастерской по ремонту обуви, фотостудии, студии художественного творчества, предприятиях «Орбита», торговых павильонах, офисах частного нотариуса, такси 069, отделении номер 4, новая почта, наружное освещение. Ильичевский район электросетей приносит свои извинения за временные неудобства. По сведениям Ильичевского городского отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, в период с 11 по 18 апреля спасатели выезжали на 5 вызовов. В понедельник, 11 апреля, в 15 часов 20 минут поступило сообщение о том, что в селе Молодолинском на улице Зеленой во время проведения земляных работ в яму упал человек, и его засыпало землей. Прибыв на вызов, спасатели достали мужчину и передали медикам, которые зафиксировали смерть пострадавшего. В среду, 13 апреля, в 7 часов 2 минуты, пожарные выезжали по адресу улицы Героев Сталинграда, 2, где в коридоре квартиры загорелось домашнее имущество. В пятницу, 15 апреля, в 16 часов 28 минут пожарные выезжали по адресу улица Транспортная, 31, где тушили легковой автомобиль БМВ. В этот же день, в 22 часа 45 минут, поступило сообщение о пожаре по адресу улица Карла Маркса, 13. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что загорелось домашнее имущество на балконе квартиры. В субботу, 16 апреля, в 1 час 51 минуту, пожарные выезжали по адресу улица Лазурная, 3, бывший бульвар Гайдара, где произошло возгорание в шахте лифта. Ветераны футбола нашего города провели товарищеский матч с честь дня рождения Черноморска. Такая встреча проходит в нашем городе уже четвертый год подряд. В субботу, 16 апреля, на стадионе шестой школы состоялся матч ветеранов футбола среди команд двух крупнейших предприятий нашего города – Портовик и Судоремонтник. На поле вышли спортсмены с многолетним опытом и серьезным уровнем подготовки. Организаторы надеются, что традиция проведения матча будет продолжена. С каждым годом популярность данного матча увеличивается, интерес вырастает. И как бы благодаря представителю управления СРЗ Дудникову Михаилу Юрьевичу, как бы он уже несколько лет помогает нам в организации и в осуществлении данного проекта. Большое ему спасибо. Я думаю, что совместными усилиями Федерации футбола и на данный момент завода мы будем продолжать эту славную традицию. На стадионе встретились друзья по жизни и соперники на поле. Игра получилась интересной и напряженной. Хоть сами игроки отметили, что в этом матче важен не столько результат, сколько качество игры, а также поддержание доброй и старой традиции города. Это встреча старых друзей, это хорошее настроение, это поделиться какими-то эмоциями. Вот для этого мы это все и организовываем. Посмотреть игру пришли друзья, коллеги, спортсменов и жители, уже давно наблюдают за спортивной жизнью команд. Хочется посмотреть на наших прославленных ветеранов, вспомнить ихние былые годы, когда они нас радовали хорошей самобытной игрой. Поэтому это традиционно, это не просто так собрались, пришли и поиграли. Они перед этим, каждый каким-то образом находится в спортивной, хорошей форме, тренируются, играют, с удовольствием вот собрались. И сейчас мы увидим хорошее действие. Кто победит, судоремонтник или портовик, ну никакого не имеет значения. А имеет значение одно, что они радуют нас своей игрой. И хоть напряжение не спадало до последней минуты матча, встреча закончилась ничьей со счетом 4-4. В целом игра между командами «Портовик» и «Судоремонтник» подарила футболистам часы здорового спортивного соперничества и плодотворного общения, а зрителям положительные эмоции. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас в редакции новостей Ильичевского телевидения. С вами была Мария Грушевая. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...